Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские вопросы. Нам пришел видео вопрос от двух замечательных детей Вовы и Саши, и сейчас мы его посмотрим. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Наталья! Я Вова, мне 7 лет. Это моя сестра. Меня зовут Саша, мне 4 года. У меня вопрос такой. Почему летучие мыши спят вверх ногами? И зачем желтая длинная шея, и зачем им пятна? Итак, будем отвечать по порядку. Сначала ответим на вопрос, а почему летучие мыши спят вверх ногами? Но ответить на этот вопрос на самом деле несложно, потому что вся анатомия летучих мышей приспособлена к тому, чтобы спать именно в таком положении. Во-первых, надо сказать, что летучие мыши – это млекопитающие, которые относятся к отряду рукокрылые. Вот, кстати, обратите внимание на витрину рядом со мной. Тут тоже есть несколько представителей этого отряда. Это летучие лисицы и летучая собака. Так вот, рукокрылые – это единственные млекопитающие, которые освоили настоящий такой активный полет, не планирующий, как, например, у летяги. Они используют для полета свои передние конечности, на которых есть тонкая кожистая эластичная перепонка, натянутая между удлиненными пальцами, и эта перепонка продолжается до нижних конечностей, и у многих животных захватывает также хвост. Эта перепонка – очень удобный предмет для того, чтобы летать, но помимо этого еще перепонку животное может заворачиваться во время сна, если прохладно, это такое своеобразное одеяло. Ну и еще, если вдруг становится жарко, рукой с перепонкой летучие мыши могут обмахиваться, чтобы немножечко себя охладить. То есть вот такой вот инструмент прям совершенно замечательный. Но посмотрите, какая длинная летательная перепонка, и представьте, как неудобно было бы летучей мыши взлетать с земли. Да, передние конечности у них развиты очень хорошо, но вот задние конечности у них, как правило, маленькие и не приспособлены для хождения по земле. Есть несколько видов летучих мышей, ну, например, вампиры, которые живут в Южной Америке, которые могут передвигаться по земле, но не очень быстро. И взлетать с земли, конечно, не так удобно, как взлетать, если ты висишь головой вниз на какой-нибудь ветке или на каком-нибудь уступе скалы. Для того, чтобы из такого положения вниз головой летучей мыши взлететь, ей на самом деле просто необходимо отцепить лапы. Она разжимает свои пальцы, и этого бывает достаточно для того, чтобы расправить крылья и полететь. И это очень удобно. Второй вопрос. Зачем жираф такая длинная шея? Ну, есть версия совершенно очевидная. Жирафы живут в саванне. В саванне у них много конкурентов за еду, поскольку они растительноядные. И длинная шея помогает жирафам дотягиваться до самых верхних листочков. И это их такая излюбленная пища. Интересно, что шея у них, несмотря на то, что очень длинная, она на самом деле состоит всего из семи позвонков, так же, как у нас с вами. То есть количество позвонков у нас одинаково. Хотя в это трудно, в общем-то, поверить. Как вы понимаете, позвонки очень длинные и вытянутые. А длина шеи может составлять до трех метров. С одной стороны, это удобно. Ты можешь дотянуться до высоких листочков. Но с другой стороны, такая длинная шея, это, в общем-то, непросто. И для того, чтобы иметь такую длинную шею, у жирафа есть масса приспособлений. Но, во-первых, представьте, сердце должно качать кровь на высоту 3 метра до головного мозга. Мозг – это орган, который очень нуждается в кровоснабжении хорошем, потому что потребляет много кислорода. И чтобы справиться с этой задачей, во-первых, у жирафа сердце очень крупное. Оно достигает веса 12 килограмм. Кроме того, оно прокачивает, оно очень сильное. У него довольно большая частота сердцебиений. И он прокачивает за минуту 60 литров крови. Кровь у жирафа очень густая. Она гораздо более густая, чем у человека и других животных. И это тоже необходимо для того, чтобы кровь хорошо продвигалась вверх, вертикально, к головному мозгу. Но еще я не сказала, давление у жирафа совершенно зашкаливает. Его кровеносное давление примерно 260 на 160. Это как у очень-очень больного человека гипертоника, уже в крайней практически степени. Человек бы чувствовал себя давлением с таким, наверное, не очень хорошо. Но пока кровь поднимается от сердца до головного мозга, она доходит уже с таким же давлением, как примерно и у нас. Ну, около 120 на 75. То есть вполне такое нормальное, как и у большинства других крупных млекопитающих. Есть еще одна проблема. Поскольку они самые высокие животные, рост жирафов достигает 6 метров в исключительных случаях. Если жираф хочет попить, ему нужно наклонить голову. И здесь возникает такая задача, как сделать так, чтобы прилив крови к голове не вызвал разрыв сосудов в головном мозге. Задача тоже непростая, но у жирафа есть специальные адаптации, которые позволяют ему эту задачу решить. Есть специальные такие на сосудах, на артериях, такие как бы манжеты мышечные, которые регулируют кровоток, немножко его уменьшают, и поэтому жираф не падает в обморок от того, что он наклонился для того, чтобы попить. Но, тем не менее, задача попить для жирафа непростая из-за такой длинной шеи. И, по счастью, ему не надо часто пить, потому что в основном воду он получает из растительности, которая питается. Ну, а пьет он примерно 10 литров в день. В общем, не очень много. Кроме того, у жирафа и возникают проблемы с дыханием. У него очень длинная трахея, представляете, она проходит через всю шею, и она еще и очень широкая. Она диаметром где-то около 5 сантиметров. Поэтому, когда жираф выдыхает воздух, у него все равно остается очень много воздуха в трахее. То есть он у него не может до конца выдохнуть, все равно остается приблизительно 3 литра. И, соответственно, когда жираф вдыхает, он подыхает по второму разу эти 3 литра воздуха, которыми уже подышал. И для того, чтобы, тем не менее, получить нужное количество кислорода, с вдыхаемым воздухом ему приходится дышать чаще, чем другим крупным животным примерно такого же размера, как и он. Так что, видите, в этой жизни за все приходится платить. С одной стороны, шея – это здорово, с другой стороны, возникают некоторые серьезные проблемы. Еще один вопрос. Зачем жирафу пятна? Жираф действительно животное очень красивое. Не только за счет длинной шеи, но и за счет красивого рисунка на его коже. Интересно, что сама кожа у жирафа однотонная, а вот этот рисунок, который можно замечать, он только на шерсти. Причем этот рисунок индивидуален. И благодаря этому люди даже могут, ученые, например, в национальных парках могут различать разных особей по вот этому рисунку. Еще интересный факт. Это особенности рисунка наследуются от матери. То есть рисунок у детенышей и у матерей друг на друга похожи. Они имеют много общих черт. Если говорить о том, зачем такой рисунок на коже, на шерсти у жирафа, давайте представим себе, что мы находимся в саванне под акацией. Именно рядом с акациями часто оказываются жирафы, потому что это их любимая пища. У акации очень такая полупрозрачная крона, через нее проходит солнечный свет, в саванне солнечно. И образуются такие блики на земле. И вот этот пятнистый рисунок жирафов очень хорошо их маскирует. Кстати говоря, вы можете в этом убедиться. Приходите к нам в музей, попробуйте считать, сколько жирафов стоит в нашей саванне. Уверяю вас, у вас может получиться не с первого раза, потому что действительно такая краска их хорошо под деревьями маскирует. Ну и кроме того, ученые проводили исследования, чтобы выяснить, как вот такая пятнистая окраска влияет на выживаемость детенышей. И оказалось, что те детеныши, у которых более крупные и темные пятна, чаще доживают до взрослого возраста, чем те, у которых пятна более мелкие и более светлые. По всей видимости, такая более темная окраска детеныши лучше маскирует и помогает им выживать. Ну что ж, Вова и Саша, я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. И если у вас появятся новые, друзья мои, присылайте свои вопросы нам. А если вас заинтересовало, как животные маскируются и что помогает им спасаться от врагов, вы можете прийти в музей на экскурсию «Я тебя не боюсь» или посетить онлайн наше занятие «Зумку» на эту же тему. Ну что ж, всем пока. Не забудьте подписаться на нас, нажать колокольчик. Продолжение следует...